Друзья, 27 июля 1921 года случилось следующее. Фредерик Бантинг сообщил о получении нового препарата под названием инсулин, без которого жизнь многих людей в наше время просто невозможна. И гость у нас сегодня просто потрясающий. Инна Кудлай, кандидат медицинских наук, руководитель эндокринологического центра ГБУ с ККБ-2, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения КК. Краснодарского края. Краснодарского края. Младший молодец. Инна, доброе утро. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. И первый вопрос, который я готовила еще со вчерашнего дня. Правда, что смех может снизить уровень сахара в крови? С точки зрения эндокринолога, да. Он уменьшает количество других гормонов, которые определяют стресс. То есть именно поэтому смех подлевает жизнь. Вы поняли почему? Стресс уменьшает однозначно. А какие показания гликометра должны уже напугать? Человек должен посмотреть и насторожиться, и пойти к доктору. Скажем, сначала с того начнем, что гликометры должны быть при температуре не выше 25 градусов. Поэтому при такой жаре они будут показывать другое направление. Поэтому прежде чем измерить сахар, пожалуйста, перенесите его в комнату с нормальной температурой. Уберите из машины, из бардачка. И посмотрите, какие у вас тест-полоски, не просроченные ли. То есть с собой возить не получится? Не получится. Особенно в нашем крае. Нет. Поэтому только в комнатных условиях. Какие показания являются нормой? До 5,5. Все, что выше, уже нужно задуматься. Плюс погрешность гликометра. Поэтому до 6, наверное, мы будем ориентироваться. Это норма. Свыше это уже не совсем. А если низкий сахар, допустим? Низкий сахар можно не поесть. То есть зависит от питания. И от питания, и от болезней различных. Поэтому тоже повод меньше трех насторожиться. Ну, куда бежать сразу? Если вдруг измерил сахар или сходил? Воликлиника. В обычной воликлинике? Воликлинике, да. И он уже будет направлять? А дальше уже его функция направить к другому специалисту, как он считает, нужно. Неврологу, эндокринологу, гастроэнтерологу и так далее. Но вот у нас гликометра есть не у всех. Далеко, естественно. Какие-то симптомы есть, которые тоже должны заставить нас задуматься о том, они измерят ли сахар? Как понять вообще, что что-то идет не так? Значительные колебания у массы тела. Быстро поправился, быстро похудел. Сухость во рту, жажда. Долго не заживающие раны. Наклонность к парадонтозу. Это всем понятно, да? То есть расшатывающиеся зубы, больные десны. В основном, может быть, какие-то дефекции с волосами. Наверное, с этого нужно начать. А вот вы сказали, если поправился или резко похудел. Вот многие считают, что если человек полный, то от этого может появиться диабет. А кто-то думает, что наоборот, если появился диабет, то человек сразу поправляется. Где правда? В принципе, высокая масса тела – это риск развития сахарного диабета, риск развития онкопатологии, высокого артериального давления и целая куча болезней, которые мы можем по периметру назвать. И будет все правильно. Поэтому, когда человек поправляется, прибавляет массу тела, увеличивается у него подкожная жировая клетчатка, наша каждая жировая клеточка становится гормонально активным органом. При этом продуцирует вещества, которые, в свою очередь, уже запускают процессы и воспаления, и атерогидные, и развития сахарного диабета. Скажите, а говорят, что вот эта болезнь, она такая, на генетическом уровне может быть заложена. То есть, если у вас, допустим, бабушка, мама, кто-то страдал диабетом, то и вероятность того, что это случится с вами, ну, довольно высока. Высока, но не абсолютная. То есть, не обязательно. Образ жизни, питание, стройная фигура, и диабета не будет. То есть, когда ты поправляешься, первым делом нужно задуматься не о внешнем виде, а о своем здоровье, правильно? Прежде всего. Но вообще, диабет – это приговор или все-таки можно с этим жить? Сейчас мы уже говорим о том, что диабет в первые 5 лет излечим при изменении образа жизни. То есть, лечится? Лечится. И лечится при диабете. Для этого есть даже специальные препараты. Но физическая нагрузка не отрицается. Ее эффект больше 80%. Просто физическая нагрузка. Многим при диабете вообще запрещают спортом заниматься. Это очень тяжелым пациентам, прикованным к постели. То мы говорим, пожалуйста, двигайте руками. То есть, спорт только помогает. Но то, что лечится, меня просто потрясло. У нас на Кубани это возможно? Или еще пока просто в стране? У нас на Кубани. Почему? У нас очень продвинутая медицина. Поэтому я ничего плохого не могу сказать. Это потрясающе. А если мы говорим уже о заболевании, которое далеко зашло, то у нас есть все препараты для того, чтобы нормализовать состояние пациента. Ну вот очень интересно. Я тоже читала и много информации нашла. Например, попкорн снижает уровень, вернее, вероятность заболевания сахарным диабетом. Есть в этом правда? И действительно, есть ли продукты, которые нужно есть и уменьшать уровень, ну вот, возможно, заболевания диабетом? Ну, попкорн, это своеобразная кукуруза, где очень много шлака, кстати, вот эта оболочка. А, то есть есть и минусы. Да, еще если сахарку, тогда побольше, значит, его сидишь. Вот этот шлак, он и хороший, а остальное, как раз вот эта белая кукурузка, она будет уже вредна не очень. Но вот еще говорят, что люди, которые часто бывают на солнце, у них тоже риск заболеть диабетом меньше. Витамина D больше в организме, риска заболеть диабетом меньше. То есть правда. Поэтому сейчас мы уже говорим, что женщины, которые хотят забеременеть и избежать диагноза гистационный диабет, пожалуйста, проверьте, пожалуйста, уровень витамина D. У нас на Кубани, несмотря на большое количество солнышка, его у людей мало. Мы пользуемся солнцезащитными кремами. А, вот так вот. Ну, вот что вы можете посоветовать жителям нашего края, и вообще всем, кто смотрит «Хорошее утро»? Может быть, есть какие-то элементарные вещи, которые нужно соблюдать? Спать достаточное количество, больше двигаться, но правильно кушать, конечно. Больше зеленых овощей, как можно меньше более сладкой пищи, просто простых углеводов. И можно пить водички. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Друзья, это и другие интервью вы легко можете посмотреть на сайте нашего телеканала. Кубань24.TV